Сегодня у нас что? 8 сентября. 8 сентября 2024 года. Воскресенье. Я хотела сходить на пляж, но вместо этого пришлось загорать на Советской площади. Пока ждала Колю Сидоренко. Целый час она его ждала. Такая деловая встреча была. Потом решила погулять. Я люблю очень гулять вдоль моря. Туда-сюда ходить прямо вдоль моря. Я услышала, что он играет в духовой оркестр. По воскресеньям, видимо, он играет. Во сколько, не знаю. Я не посмотрела сейчас, сколько времени. Люди веселятся. Я сегодня, знаете, смотрела видео. Мальчишка 19-летний. Его спасли украинцы. Ну, спасли тем, что взяли в плен с помощью дрона. А вся, вся абсолютно, весь взвод погиб. И вот я не могу совершенно вообще на эту тему даже говорить, как тяжело. А вот эти полу... Ну, уже маразматики, конечно, старухи. Им весело. У кого война, а у кого пляшки. Вы знаете, в любое время нужно не забывать, что жизнь продолжается. Ну, и наоборот, что я молодец. Здраво! 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 В общем, я под впечатлением от этого видео. Вы не представляете. Вот такой худенький мальчишка. Худышка. Ну, совсем ребенок. У него уже куча ранений. И вот такие же дети гибнут. А старики пляшут. И на все начихать. Ну, потому что уже... У них, может, и у моей раньше не было. Многие люди, в общем-то, не блещут умом. А под старость лет у многих и исчезает. Я сегодня в другом шляпу и в другом платье. Правда, платье у этого сто лет в обед. Ну, как говорила моя папушка, ну, надо же донашивать. Вот я и донашиваю. Донашиваю лет 15. И все не могу доносить товарищей. Как всегда, вечером сижу, слушаю Сашу. Невеселый он стал в мелодии играть. Ну, это еще более-менее. А перед этим он такую тоску играл. Народа мало стало. Все, видимо, поразъехали. Сентябрь. Бархатный сезон. Я думала, что бархатный сезон называется от того, что солнце бархатное. Но не такое жгучее, как летом. Но нет. Бархатный сезон, говорят. Название взято совершенно не от этого произошло. От того, что сюда знать приезжала в сентябре при царе. И ходили в бархатных платьях. Вот я такое слышала. И, по-моему, это говорила Лариса Лысова. Ну, мне кажется, все-таки бархатный сезон не от этого. А от того, что солнце мягче уже жарит. Не знаю. Можно в интернете посмотреть. От чего произошло название. Бархатный сезон. Ну, вот еще дождусь, когда огоньки зажгутся. Настроение будет уже получше. И пойду домой. Да, вчера я спокойно спала. Но в 10 часов этой Анне Андреевой надо обязательно поиграть мячиком. Представляете? Мягкий такой, маленький мячик. У них собака. И, видимо, они с собакой этим мячиком играли. Вот представьте, именно в 10 ночи. Перед сном. Ни раньше, ни позже. Это вот такой уже, ну, знаете, моральный урод. Уже патология в нравственном отношении. Ну, я уже прекрасно знаю, что я уже в это время готовлюсь ко сну. И вот она специально, хоть мячиком, хоть мягким, хоть и не очень громко. Ну, мягкий мячик, он, естественно, не громко стучит. Но надо подолбить мне в пол. Ее надо лечить. Лечить надо. Ну, если не психиатру, то психологу точно надо лечить. Потому что взрослые, зрелые, умственно люди такими вещами не занимаются. И только нравственные уроды могут делать что-то на зло, понимаете? Только нравственные уроды. Понимаете, это кто-то смотри. Это Мухин об этом написал. Хорошо, обязательно. И она в школе проходили конституцию. Ну, при Сталине и логику проходили. Логику и психологию. И психологию проходили. Да, Хрущев сказал, что тебе это конституцию не нужно знать. Так вот, вот эта конституция, которую привезли американцы, вот эту конституцию. Ну, последнюю. Она не по... 93-го года. Она состоит из двух частей. Ага. Вот я тебе рассказываю. Ага. Значит, первая часть у нее... Первая часть. Ага. Ага. Это называется конституция, самой конституции. Там 16 статей. Ага. Вот это называется основа конституционного строя. Скидается там еще червей. А, не знаете, это самое... Лена, знаете, таких баб полно, таких, которые кидаются в психопатство? Знаешь, где, нет? Где? Знаешь, на базаре пирожки торговала. На базаре они стоят. Да? Да. Они кидаются там вот так. Выдаются. Ладно, Миша, не смеши, я снимаю. Ну, ты это самое... Ты почитаешь там, да, кто тебе написал? Обязательно. Я из-за тебя только в одноклассники захожу. И мне там не с кем общаться. Только вот ради тебя. Вот ты там посмотри, что тебе написал внимательно. И вот... И посмотри... И Мухина, Юрий, я послушаю. Мухина про конституцию. Три лекции. Они длинные, но очень интересные. Это то, чего мы не знаем. Да. А то, что я там тебе написал о глупости вот этой власти ялтинской, я бы на месте этой ялты дал бы тебе квартиру и сделал бы ты сам эту... Ой, не смеши. Порафилить на всю Ялту. И обзирает их. Ну, поменяли. Лена, ну тебе пенсию добавили. Нет, я посуду буду добиваться, чтобы... А? Я буду посуду добиваться, чтобы они сделали хорошую шумоизоляцию. Все как положено. Пять, ты посмотри здоровье тебе, если это самое... Ой, все. Идти надо домой. Вечером уже прохладно стало. Вечером. 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 Продолжение следует...